здравствуйте дорогие друзья всем доброе утро рада вновь с вами размышлять о вечном размышлять о принципах которые фор формирует строит нас наш характер нас как личности и вы знаете тогда когда человек выбирается или выбивается вперед проходит какие-то обстоятельства пытались его удержать он смог пройти то это начинают замечать как вы думаете кто первый духовный мир потому что они вынуждены отступить от тех рубежей которые у них были под контролем если так то естественная реакция в физическом мире будет как противостояние уже в людях поэтому вторичными будут люди те которые внутри себя дали место демонической природе в виде характера в виде беспринципности в виде определенного рода недовольства опять мы говорим о ненависти и прочих вещах если внутри человека это живет то конечно дьявол знает свою платформу у кого она сложилась кому удалось ее вложить и если ты вдруг оказываешься в позиции противостояния чему-то ценному чему-то доброму чему-то вечному благословенному то задумайся почему я не могу порадоваться тому что в чьей-то судьбе в чьей-то жизни двигается бог если подобного рода вопросы ты себе будешь задавать то ты сможешь разобраться с некоторыми кирпичами камнями которые набросал враг чтобы в конечном итоге сделать платформу и дашь ему ее построить или нет зависит от тебя поэтому как только мы честны в своем сердце и говорим господи а я не хочу чтобы во мне появилась зависть от того что у есть успех у моих ближних или может быть даже у врагов если ты начинаешь понимать что когда-то ассав посмотрел на нечестивых и тоже он мог немножко смятение господи как как у них все успешно а в моей жизни есть такие проблемы то я хочу сказать что дьявол заводит человека в свои тупики именно тем что внешне кажется сейчас благополучно и успешно но в конечном итоге там очень печальный финиш и именно это обнаружил ассав сказав пока я не вошел в освятилище и не посмотрел на конец нечестивых поэтому я нет не тем чтобы нам утешать себя что у кого-то хорошо мы знаем их конец я сейчас немножечко а глубже а большим о том что в нашем сердце есть процессы на которые нам стоит обращать внимание что я чувствую почему я так чувствую могу ли я радоваться за другого могу ли я другому помочь прийти в успех больше даже чем может быть у меня или у моих ближних если я могу это сделать делаю ли я это потому что в данном случае давид который и сам был в положении угнетения в положении когда он бегал от царя когда он не имел полноценного жилья где ему отдыхать где ему восстанавливаться он еще принимает обиженных обделенных в данном случае священника который спасся он говорит я беру ответственность за то что произошло с твоей семьей я беру ответственность оставайся со мной и я тебе помогу давид благородство свое проявляет я хочу чтобы мы даже тогда когда нам тяжело не пропускали возможности помочь еще кому-то потому что именно в этот момент сердце находится в определенной мягкости по эластичности когда можно что-то сделать из него новое и господь использует эти моменты для того чтобы наше сердце не осталось закостенелом или каменным поэтому он работает через довольно непростые обстоятельства небесный отец я благодарю тебя за каждое такое обстоятельство которое сделало сердце мягче я благодарю тебя за каждую ситуацию которую не понимали в момент прохождения может быть сейчас нет ясной картины но точно знаю что ты не обманчивый источник точно знаю что ты бог который человеколюбивый и много милостивый и долго терпеливый и поэтому то чего видишь ты не от наши глаза но я хочу тебя поблагодарить за то что ты творил творишь и будешь творить судьбы человеческие мы хотим быть числе тех людей которых ты вояешь сам как твои шедевры благослови нас дойти до финиша твоего результата чтобы ты мог похвалиться судьбой каждого человека над кем ты потрудился и позволь нам быть в этом числе я благодарю тебя что ты нас слышишь и отвечаешь во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания а